Состариться можно в 35 или в 70. Выбор только за тобой. Уважение нельзя получить, его нужно заслужить. Мои успехи в спорте – это очень большая поддержка в моей семье. Ты пойми, что для меня нет ничего нереального. Кто я, какая моя цель и что меня делает счастливым. Я очень дорожу теми людьми, которые меня окружают. Прогрессировать, прогрессировать, прогрессировать. Сегодня болтают много, а по факту делают мало. Как мероприятие-то? Погуляли, походили вообще? Это семейная, как называется, мама, папа, Илья. Семейная атмосфера. Вот она присутствует. Здесь вывести детишек, погулять, провести время. Вот она, вот то, что надо. Особенно те семьи, которые спортсмены. Очень много было детей, да, действительно. Прям все с детишками, все фотографировались. Мне понравилась девочка, которая подошла так погладила нежно. Бывала, знаешь, один момент был. Девочка увидела у меня вены на руке. И так очень много было. А она такая на них смотрит и такая на руку и на меня. На руку и на меня ее. Я говорю, потрогаю. Она такая, ей вроде хочется, ей страшно. Я говорю, так бывает. Она такая пальцы, знаешь, повиняете, кровой такая, улыбаясь. Прикольно было. Мне очень нравится в Москву приезжать. Я очень люблю в Москве вечерами, летом, очень, когда хорошая погода. Вообще люблю Москву, а с точки зрения перезаряда такого, знаешь. То есть не уверен, что я смог бы постоянно жить в Москве. Особенно в центре. Вот. Но приезжать сюда мне не нравится. Понятие бизнеса, предпринимательства всегда есть момент, когда ты должен быть заточен на деньги. Понимаешь, да? То есть, грубо говоря, нужно понимать, что приносит экономику. Ну, я говорю, наверное, сейчас буду утрировать. И, может быть, это будет неправильно. Может, еще как-то. Ну, это мое понимание, мы же сейчас говорим о моем понимании. Ремесленник – это тот, который работает. Если он сегодня не работает, то завтра не будет денег. Вот это ремесленник. Бизнесмен – это, понимаешь, он может вот поехать, бизнес сам по себе идет, он деньги приносит. Предприниматель тоже, инвестиции он сделал все. Ремесленник – это тот человек, который, в принципе, сегодня, перестав работать, начинает терять доход. Поэтому, если ты спрашиваешь, кто я или в чем… Как вы вообще думаете, когда-нибудь задавались таким вопросом, кто я? Конечно. Так вот, смотри, я сегодня. Вроде бизнес у меня есть. Предприниматель, как предприниматель, я тоже делаю инвестиции определенные. Шаги различные. Но и в то же время я тренирую. Это значит, я ремесленник. Поэтому, ответьте на твой вопрос, получается, я все три вкладываю все в себе. И знаешь, что самое интересное? Порой бывает, я получаю кайф от всего этого происходящего. А от каждого из этих процессов, от бизнесмена до предпринимателя и ремесленника. Нет, может быть так, если сформулировать. Я-то тоже взял камеру, пришел к вам на тренировки, снимаю, как я тренируюсь. Ты пришел к ремесленнику, понял, да? Нет. Ты же пришел-то не к бизнесменам. Это факт. Но у меня есть рабочее предприятие, где есть люди, которые со мной вместе в команде работают. Я выполняю свою часть работы по стратегическому планированию. И я могу позволить уехать и в понедельник, и вторник с работы. Но, тем не менее, уже бизнесмен перекрывает вот это все. И ремесленничество превращается в хобби, может быть, все-таки. Но это я задал вопрос, а я как-то вот об этом нет. Я бы, наверное, сегодня все-таки действительно, чтобы это было мое хобби. А пока я еще этим очень много времени у меня это занимает, да? То есть сегодня, в принципе, может любой человек записаться в ко мне на тренировку и прийти. То есть я не выбираю себе ребят, которые будут тренировать. Вот. Каждый может записаться. Но, тем не менее, ты вот, когда ремесленничество превращается в твое хобби, но ты, тем не менее, можешь раскидывать камни как предприниматель, но чувствуешь уверенность свою под ногами благодаря работающим бизнесам. Давай так, честно, сегодня пока я так не могу. То есть сегодня мое участие, оно и должно быть. То есть сегодня я не могу просто расслабиться и не заниматься процессом. То есть у меня еще не пришло на ту активность, когда это может приносить достаточно дохода для того, чтобы я мог, в принципе, заниматься, как говорится, своим хобби. Команда людей же есть, которые работают, и вы можете перемещаться по стране в любой день. Это расширяем. То есть если ты сегодня, то есть понимаешь, как бы сегодня запущен так, что это будет развиваться без моего участия. Не запущено это еще. Вот тут хороший вопрос. Вот задали развиваться бизнесу. То есть сегодня, мы же говорим про тот бизнес. Я говорю существовать. Конечно. Существовать он существует. Я же здесь сегодня. Он все равно банк. Да, и конкретно не права. Абсолютно правильно. То есть если я сегодня не буду принимать никаких шагов для того, чтобы это было развитием, он не будет развиваться. Ты пойми, что для меня нет ничего нереального. Вопрос это мотивация. Просто нужны именно те люди, которые схожи со мной по характеру. Вот в чем вопрос. Это сложный процесс. Найти людей, близкие себе по духу, которые действительно будут ценить мою позицию. Будут точно так же стремиться развиваться. Любой человек, который хочет расти, будь то в продаже, будь то в производственном процессе, будь то в логистическом, в логистических операциях. Да, у вас много процессов. Лор. И все эти люди, они могут реально быть участвовать в моей команде. Я сегодня очень сильно задумался про клуб единомышленников. И я считаю, что один из этих клубов, вот это, действительно, моя компания. У меня небольшая сегодня компания, особенно после ковида и всех событий, которые были, когда все закрылись многие. Но кто-то закрылся, а у меня он существует. Причем существует. Мне очень сильно не нравится, когда вы скромничаете. Против. Вот вы на сцене никогда не скромничали? Нет, я скромничаю. Подожди, подожди, я скромничаю. Я всегда скромничаю. Ну конечно. Но важно показывать свои достоинства, не показывать свои недостатки. Я никогда не буду говорить то, что не имею. Вот. И то, что имею. Я очень дорожу теми людьми, которые меня окружают. Вы профессиональный спортсмен, платили за спорт. Потом я как-то услышал, я не знаю, не нагрублюсь сейчас, если скажу. Вы сказали о том, что были вынуждены заняться бизнесом. Почему такая позиция? Что значит вынуждены? Вы реально до сих пор считаете, что вынуждены заниматься бизнесом? Нет, не вынуждены. Но на самом деле, понимаешь, у нас вид спорта такой, что капитал создать, и чтобы хватило на всю жизнь, и на второе поколение, на таких денег не было. Поэтому нужно двигаться дальше. Если у тебя есть какие-то обязательства по жизни, ты вынужден работать. Или зарабатывать. То есть все равно происходят какие-то манипуляции по поводу того, чтобы ты должен зарабатывать деньги. Поэтому в данной ситуации вынужден заняться бизнесом. Вынужден заняться рабочими процессами. У меня совершенно спокойно, и были времена, я полтора года работал водителем, и совершенно нормально, но я впитываю как губку. Я сегодня знаю многие процессы, от водителя до хозяина компании, как себя надо вести, как не надо себя вести, что нужно дать тому же самому водителю, чтобы он тебя не своровал, что не нужно давать, даже чем надо посмотреть, откуда может. Понимаешь, я прошел все эти процессы. Поэтому для меня все, что в жизни происходило, вот ты говоришь, например, ты вникаешь в процессы, а мне не нужно для них никакие, я их интуитивно не понимаю. Лучше пускай этим будет заниматься каждый человек. Просто я буду понимать, насколько он делает эту работу качественно, не в общем, а по отношению ко мне. И поэтому сегодня у меня более интуитивно развито мышление с точки зрения общения с людьми. И где-то порой бывает, я сегодня более смиренный, более уравновешенный. Пять лет назад я был более такой, знаешь, агрессивный в плане развития, да, и было мое мнение, и оно было наперекор. Но сегодня я просто тупо говорю, не тупо, а прямо говорю, что, например, мне нравится, что не нравится. Даже вот по общению с тобой, да, я не хочу работать по поводу камеры. Камера включена, да, мы с тобой говорим, диалог. Я по поводу диалога, а не по поводу того, что надо снять на камеру. Задай мне вопрос, ты получишь на него ответ. Потом, когда люди начинают мне задавать более откровенные вопросы... Да я и камеру взял, чтобы... Да, я всегда начинаю спрашивать, а готов ли ты услышать ответ на этот вопрос. Потому что бывают провокационные вопросы или еще что-то. Я могу на них просто тупо сказать, я не буду на них отвечать. Но чаще всего я не буду на них отвечать, потому что... Или это касается моей личной жизни внутренней, которой не нужно никому знать, да. Или, например, о том, что я просто не знаю от честного, правильного, откровенного ответа на этот вопрос. Когда я скажу, я воздержусь, потому что я не знаю. Сегодня я привык отвечать за то, что я делаю, и тянуть ту лямку ответственности, которая на мне есть. Если к бизнесу вернуться, после того, как вы уже не вынуждены, а по любви интуитивно пошли в бизнес, да, вы команду, когда набирали тогда... Какие принципы вообще, в принципе, для преданности и работоспособности? Я не люблю тупо людей, которые ждут, когда им скажут, что делать. Если я им не сказал, что делать, они будут сидеть на жоперобной. Таких людей я не очень люблю. Я сам не такой. То есть я не смогу сидеть на жоперобной. То есть одно время было такое, когда ты работал водителем, потому что только тебе шеф может сказать о том, что да, мы сейчас поедем туда, поедем сюда, поедем сюда. Но все как говорят, так, давайте я съезжу хотя бы машину помою, давайте я хотя бы это сделаю, а здесь я могу сам справиться и без вас, и здесь могу это сделать. Это называется, грубо говоря, совершенствоваться в любом процессе. А ты получаешь, человек, который выполняет определенные задачи, но это неправильно, это деградация. Ну, то есть сегодня понимаешь, что было, давай так скажем, у меня есть там помощница, да, она со мной с самых истоков. Более того, скажу так, что у нас даже с ней были такие моменты, что мы с ней ругались, и она от меня уходила, там, были разные моменты, там, спустя какое-то время она возвращается. До сих пор сейчас со мной работает. И этот человечек я точно знаю, что я даже к ним не лезу. Я знаю, что она, даже если она ошибется, даже если что-то случится, это человеческий фактор. Но она сегодня заслужила уважение. Ты знаешь, когда уважение нельзя получить, его нужно заслужить. Ну, вот, точно так же еще у меня человек, который работает там по бухгалтерии, да, с которой мы сейчас перестроили. Тот, в тот момент, когда она пришла, какие дела у меня были по налогообложению, по работе с налоговой, по всем работам, и что сейчас совершенно разные вещи. Более того, какие-то определенные платежи. Я сейчас уже могу реально довериться, да, то есть я знаю, что согласование со мной идет. Я вижу процесс, я интуитивно вижу, что да, нормально. Может быть, корректировочку я бы какую-то сделал. Но если она не принципиальная, я пойду туда, потому что важно человеку его не сломать. Если я постоянно говорю, нет, не так, а будет вот так, то человек перестает создавать инициативу. Если зарубить человеку инициативу, он перестает быть прогрессором, прогрессировать, прогрессировать, прогрессировать. И некоторые, знаешь, мне не нравится, когда некоторые хозяева начинают думать о том, что если я ему дам волю, он вырастет и уйдет от меня, откроет свой бизнес. Рать себе это плохо, пускай будет там, придет другой, которого ты точно так же вырастишь. Но вопрос, сколько благих дел ты делаешь. Но знаешь, что самое интересное? Это только мышление, на самом деле так не происходит. Потому что люди, которые работают на кого-то, да, качественно выполняют свою работу, им становится комфортно от того, что у них за спиной кто-то есть, потому что они могут опереться. Мало тех людей, которые могут так вырасти, сделать что-то самостоятельно и потом стать успешным бизнесменом. А тут каждый друг друга дополняет. Конечно, конечно. Вот в этом заключается вся суть. То же самое, когда знаешь, в спорте боятся рассказать какой-то секрет. На секрет-то я расскажу вопрос, попробуем воспользоваться. Ну и что? Ну ты знаешь все. Ну а что по факту-то происходит? Поэтому я сегодня объективно смотрю на все происходящее. Скажите, это было у вас? Нет. Это сквозь года или это сквозь опыт? Я тебе хочу сказать, что за последние, наверное, 4 года, потому что очень сильно в самоанализ ушел. Я смотрю, анализирую в жизни, много думаю. Почему я люблю машину? Я думаю, разговариваю, считываю информацию, читаю энергетику людей, сам стараюсь делиться эмоциями, развиваю больше чувствительность в себе. И это, конечно, дает свои плоды. Не от того, что я как-то там лукавлю, но действительно реально дает свои плоды. То есть раньше я тебе так скажу, что я тоже, наверное, бы хрен там с кем-то поделился, мне бы какой-то кусок привалил. Но я бы, наверное, нет. А сегодня я готов сказать, да, я заработал на этом, да, мы сегодня выпустили это, да, моя тренировка стоит 7,5, и они будут скоро дороже. Да, то есть, потому что я ценю, не от того, что я там, там какие-то профессионы, просто сегодня мое время стоит дороже. Я ориентирую, хорошо слышал, понял, но можете еще в трех словах сформулировать три вещи, на которых вы отпираетесь в подборе, там, не знаю, в 45, если друзья новые появляются или нет, я именно про Кассандру. Вот, обиданность. Давай я по поводу друзей скажу. Знаешь, у меня... А то есть я открыл новую ветку, биологию? Да, я слушаю, вообще, по поводу друзей. Друзей не выбирают, они сами приходят, во-первых, они также сами уходят. Вопрос, самая главная, никогда не подстраиваться под друга, а быть самим собой. И тогда ты четко поймешь, что твой друг. Если он с тобой принимает тебя, так как он был, ты есть, так ты принимаешь его, и вам есть о чем поговорить, это твой друг. И друзья всегда узнаются и познаются при неформальных обстоятельствах, когда нужна поддержка и помощь. И порой бывает, мы даже одного рисуем, что это не наш друг, а по факту поможет тебе совершенно тот, которого ты считал полуврагом. И тут надо задуматься. С точки зрения выбора людей, с которыми я работаю, я даю им тестовые задания. Потому что сегодня болтают много, а по факту делают мало. Поэтому для сегодня, прежде чем начать, нужно, но я даю вопрос, вот если человек продает, продай. Если человек снимает, сними, покажи материал, что ты можешь. И уже по факту потом оцени свою работу как стоишь. Вот если человек сказал, сделал и оценил свою работу, тут я уже начинаю прям просматривать. Друзья годами проверяются? Или вот то, что... Не годами, нельзя на года. Знаешь почему? Потому что смотри, как мир меняется. Вот даже далеко ходить не надо. Сейчас у нас обороты с ГО началось. Обратим, сколько людей уехало. У тебя есть ли друзья, которые уехали за границу? Нет. Вот. А ты знаешь, у меня несколько есть. Я вот тут думаю, а как это так? То есть у него совершенно мышление поединились. Все извернулись. Да нет. Прикол в том, что они вернулись, повернулись, но они же свалили. Ты же остался. И вот тут тоже определенный момент. Если тебе это важно, то это важно. Если тебе это не колышет, значит не колышет. И у каждого... Да, все нет. Вот. А некоторые же колышут. Поэтому мы же сейчас говорим о том, что если мое мнение, то если как-то, знаешь, немножко... У меня есть люди, которые уехали и живут в Америку. Это мои друзья. Но они совершенно абсолютно... Они уехали не потому, что здесь как-то все, они хотели уехать. Но с другой стороны же можно как? Можно человеку за уши подтащить о том, что он сделает выбор по тому-то, по тому-то, по тому-то. Вот в чем дело. Здесь важно этого не делать. Кусить мы любим так, ужалить так, что просто жесть. А вот по факту, по факту лучше смотреть, анализировать, разговаривать, общаться. Это вот очень важно. Важно, чтобы эти люди не были терпилами, которые терпят нас, потому что им что-то от нас надо. Я, к сожалению, у меня есть такой опыт, потому что когда ты достигаешь какой-то определенной публичности, кому-то выгодно с тобой общаться, кому-то сказать, что я вот Федорова знаю. Вот это вот история. А есть люди, которые, знаешь, общаются, просто спрашивают, как у тебя дела, у тебя все хорошо, и все. Им насрать там совершенно. Даже когда кто-то их спрашивает и говорит про меня, они могут даже промолчать о том, что он мой друг. И вот это вот круто. Со стороны там человека, который прошел многое в инфопространстве, да, три основных совета тем, кого уже есть достижение. То есть, ну, вот знаете, есть достижение, есть опыт, но ребята не могут пробить вот там 5000 подписчиков, там 6000 подписчиков. Луценко, миллион, все, классный, супер. А ребята 5-6 подписчиков и контент не хуже, но пробиться как-то вот, или вы сейчас скажете, значит, хуже. Контент хуже. Покажи мне хотя бы одного, у кого контент лучше, чем у Луценко. Во-первых, у него время, когда он занимается этим. И он стабилен. Плюс мы обратили у него подачу. Андрей там себя начал показывать совсем недавно. Мы раньше его знали только за кадром. Если ты посмотришь стоит, то там все закономерно становится. То есть вопрос времени и точки приложения. И обрати внимание, когда Луценко снимает, он снимает не по поводу себя, а по поводу того, кого он снимает. По факту сегодня это лучше. Дальше, если немножко отмотать, ты говоришь, мне вот уже 35. Нет, тебе не уже, тебе еще 35. И вот мне очень сильно понравилось, как Александр Юрьевич Назаренко в свое время сказал, ты знаешь, состариться можно в 35 или в 70. Выбор только за тобой. То есть в 35 уже можно поехать на дачу грядки по лодке, понимаешь, мужику. А я так хотел. Да. А можно в 70 лет еще, понимаешь, как-то созидать, искать хобби и новые увлечения для того, чтобы жить дальше в удовольствие. Вот выбор только за нами. Поэтому сегодня важно реально стимул жизни находить. А стимул жизни это в новых увлечениях, новых интересах. А лучше себя спросить. Да, я всегда сейчас придерживаюсь, знаешь, очень интересно для мотивации всегда задавать себе три вопроса. Кто я, какая моя цель, и что мне делать счастливой. Когда сейчас только вот кто услышал эти вопросы, не надо стремиться сразу на них ответить, надо в них жить. Каждое утро ты задаешь, кто я, какая моя цель, что делать мне счастливой. У каждого это будет по-разному. У каждого. Нет конкретного определения ответов на эти вопросы. Но это тема рабочая. Я не думаю, когда ты живешь, знаешь, человек, который живет уже 35 лет где-нибудь на даче, на грядках, у него какие ответы будут. Кто я, какая моя цель, что делать мне счастливой. Он скажет так, кто я? Не фермер, а как помещик. Помещик, да? Какая моя цель вырастить еще одну розочку, да? И что мне делать счастливой. Настроить эти третий. Когда эта розочка цветет, зимой, когда она потухнет, что ты будешь делать? Есть занятие мужчины, это более амбициозно. А есть занятие женщины. В чем девушка должна, по-вашему, там с мужской стороны, грубой силой духа, чем предназначение девушки? Что девушка? Давай скажем. Это какая девушка? У девушки всегда тоже есть выбор. Она кто? Она карьеристка. Она хочет быть в семье. Хочет, чтобы у нее семья была, дети. Это же тоже выбор. Понимаешь, если я сейчас буду кому-то говорить, как я считаю, как должна быть женщина, девушка, это же неправильно. Я сегодня могу говорить только за Александра Федоровна, пойми. Девушка, понимаешь, есть банковские работы. Вот она всю жизнь, она какого-то выросла, она как увидела, что я хочу быть в команде банка. Ну, как ты ей? Ей семья и нафиг не нужна. Ну, это просто одна из, там, многомиллионных женщин, которые, ну, вот она вообще не признанчена для семейной жизни и хочет быть, выстроить карьеру и стать председателем банка. Почему нет? У каждого есть выбор. Сегодня девочка, я против вообще соревнований девушек там в необъективных видах спорта, такие как бикини. Против. Но я отговаривать их не буду. Я только спрашиваю, для чего тебе это надо? Потому что необъективный вид спорта, когда их выходит на сцену, там будет бывать 50, 60, 70 участниц, да? И все красивые. И все красивые, необъективный вид спорта, ну, явно же кто-то будет обижен. Но это же тоже точно можешь быть ты, с кем я разговариваю. Как ты к этому будешь относиться? Если у нее в голове есть о том, что, ты знаешь, это просто красиво, мне нравится, мне нравится стоять на сцене, и я хочу себя на сцене сравнить сама с собой, которой я была, например, год назад, круто. Но если она туда идет уже выиграть, нафиг. Если это истинная цель. Если это истинная цель, опять же, какую цель преследует? У многих женщин, ты знаешь, выходя на улицу, накрасившись, она самоутверждается таким образом на фоне других женщин. Но смотри, обрати внимание, набить морду мужику, это тоже самоутверждение у мужчин. Показать свои силы. А в этом ли сила? Помнишь наш фильм, брат? В чем сила? У кого правда? И это очень хорошие слова, реально. Не деньги, не сила, а правда. В правде сила. Поэтому надо четко, правдиво себе смотреть, для чего ты это делаешь. Если ты хочешь набить кому-то морду и показать, что ты крутой, но надо быть всегда готовым к тому, что кто-то найдется круче тебя и тоже тебе набьет морду. В чем прикол? Мне кажется, что мужчина вообще реализовывается во внешнем мире. Быть добытчиком, созидать, что-то достигать. Но всегда мужчин это делают для семьи, для женщин. А женщин это та поддержка, та отдушина, которая делает мужчину просто сильнее. Это мое такое мнение. Как показывает практика, там, где я это наблюдаю, в семьях, это очень хорошо работает. Очень хорошо работает. Мои успехи в спорте это очень большая поддержка в моей семье. Ну, никуда бы не деться. То есть, я один бы не справился. Это надо ценить, это надо ценить. Если мы это не ценим, к сожалению, мы начинаем сливать свои успехи в унитаз. Потом дальше давай вернемся о том, что молодое поколение, у него 5000 публикаций, да, и ему больше не сделать. Что же ему делать? Нужно ценность свою найти. И найти своих единомышленников, которые эту ценность будут приветствовать, которые могут ее завтра сказать, а ты знаешь, а вот Вася Иванов, у него 5000 подписчиков, а он говорит такие интересные вещи, которые по жизни-то работают. Но чтобы говорить такие вещи, нужно жизненный путь пройти. Или ты просто становишься просто блогером. А кто такой блогер сегодня? Блогер тот, который что-то придумает, создает и в интернет пуляет, чтобы пупухал. Так вот, все, кто это читает, я всегда говорю, ребят, вы хотя бы подумайте, кого вы смотрите. Что за спиной этого человека? Блогер – это не эксперт, это далеко не экспертная личность. И представляешь, как может мир сразу поменяться, если мы всегда будем, человек сказал, и ты просто тупо даже не думаешь об этом. Ты понимаешь, что так оно и есть. Не надо тебе задумываться, поверить или не поверить. Он мир не изменится. Ну, ты знаешь, я тебе так скажу, что всему свое время. Я просто свято буду верить в то, что может быть через 100, 200, 300 лет придет что-нибудь такое и изменится. Все-таки раньше были динозавры, да? Потом же он изменился. Сейчас уже самая какая-то цивилизация. Раньше динозавры здесь бегали, а сейчас тут в машинах ездим, и ты на маленькую камеру, вот такую милипуську записываешь, видео, которое завтра будем транслировать и узнают об этом люди. А динозавры общались только вот с самим собой здесь. Они не могли пообщаться с другим континентом. Поэтому мир может поменяться так, что ты, зайка моя, даже не подумаешь и не узнаешь.